Ну что, размялись? Теперь давайте что-нибудь похардкористить. Попробуем нарушить закон преломления. Напомню, что луч света, переходя из одной среды в другую, как правило, меняет направление. Степень искривления зависит от показателя преломления, он всегда положителен и у каждого материала разный. Согласно закону, преломленный луч всегда находится только в этой заштрихованной области и никак иначе. Но это только в обычных условиях. Оказывается, искусственно мы можем завернуть его даже сюда. Чуть ли не в обратную сторону. Для такого трюка нужны так называемые метаматериалы, обладающие отрицательным коэффициентом преломления. В отличие от обычных материалов, их оптические свойства зависят не только от кристаллической решетки и молекул вещества, но также и от более крупных структур, в которые складываются эти молекулы. Я сравниваю это с тем, что если обычный материал это фарш, то метаматериал это тефтельки из этого фарша. Да, благодаря определенной структуризации световые волны в веществе можно направлять практически куда угодно. Так что школьные учебники физики реально пора переписывать, особенно раздел оптика. Самое интересное, где могут пригодиться такие метаматериалы. Из них можно делать суперлинзы. Они фокусируют свет почти так же, как обычные, но позволяют обойти так называемый дифракционный предел. Ну, то есть дают изображение более высокого разрешения. И можно создавать не только мощные оптические микроскопы, но и повысить разрешение литографии при производстве микроэлектроники. Элементов в схемах будут меньше, а значит производительность больше, плотность записи информации больше. Так что домашние суперкомпьютеры и флешки по несколько экзобайт уже не кажутся такой фантастикой. Применение метаматериалов напрашивается в компьютерах совершенно иного типа, оптических. В них логические операции производятся не переключением тока в полупроводниках, а перенаправлением пучков света. Метаматериалы как раз таки это умеют. Световые схемы могут переключаться намного быстрее, чем электронные, что сулит значительный прирост производительности при прочих равных. Единственное, что для видимого света метаматериалы создать не так-то просто. Потому что структуры в веществе должны быть меньше, чем длина волны. А это десятитысячные доли миллиметра. Пока что идет только разработка таких метаматериалов. Но в микроволновом диапазоне длину волн больше, несколько сантиметров. Так что такие трюки проворачивать значительно легче. И уже сейчас идет проектирование высокоэффективных миниатюрных антенн из метаматериалов. В том числе и для технологий 5G. Так что, ууу, чипирование выходит на новый уровень. Так, я надеюсь вы понимаете, что функциональные наночипы создать нереально сейчас. Там и других ограничений хватает. Не вырезайте это. Не вырезайте. Ну и самое такое желанное применение метаматериалов, это плащ-невидимка. В нем световые лучи преломляются, огибают предмет и выходят так, словно этого предмета не было. И они шли по прямой. Теоретически это возможно. Но, во-первых, такой плащ не сможет деформироваться. Это будет скорее кокон-невидимка. Во-вторых, за все нужно платить. И если вас не видят, то и вы ничего не увидите. Так как внутрь не попадают лучи света. В-третьих, метаматериалы хорошо работают только на одной частоте. Но мы-то видим в целом диапазоне, и пока вообще непонятно, как его перекрывать полностью. Ну и в-четвертых, как я уже говорил, для видимого света размеры вот этих структур должны быть очень-очень маленькими. Так что это только на словах все звучит красиво, а на практике пока вообще не ясно, как создавать такую камуфилирующую невидимую метаматерию. В любом случае, метаматериалы очень классная и перспективная штука. Они переосмысливают многие законы оптики и электродинамики, так что за ними большое будущее. Вот увидите, лет через 20-30 они их будут знать все. Редактор субтитров А.Семкин